добрый день сегодня рассмотрим еще три гололомки от компании фанксин из фруктовой серии напомню что уже были на канале яблоко лимон и банан яблоко и лимон это шриф моды 3 на 3 а банан это шриф мод кубой до 2 на 2 на 3 здесь у нас груша перку апельсин корнч куб и персик пич куб который больше мне напомнил не фрукта другой овощ коробочки такие же как и в предыдущих моделей видим что меняют форму можно только трех лет логотип фанксин это никакая не подделка и такие подарочные упаковочки каждый фрукт внутри зафиксирован такими пластиковыми элементами и внизу такой же инструкции нет извлекаем груша апельсин и персик три новых фрукта три старых как новых не у меня лежат уже несколько месяцев я их купил один из первых но как-то все откладывал сначала отказывал по техническим причинам потом интерес к ним пропал напомню что вот эти вот фруктовые головоломки продавались в розничных продуктовых магазинах и были какое-то время весьма популярны на днях я увидел что появляется в продаже новая серия от фанксин там также 6 головоломок теперь это динозавров как вы видите на картиночке и на первый взгляд синие шейф моды 2 на 2 на 3 как банан лимон убегает скорее всего куплю хоть и выглядят они как детские игрушки ну стоят они не особо дорого как коллекционная вещь наверное будет интересно ну а теперь давайте рассмотрим поподробнее каждый фрукт все эти три новых фрукта этот три на три если предыдущие три на три подобные фрукты были простейшими головоломками то здесь простая только груша ну и наиболее интересные ее кстати дольше всех ждал чтобы она появилась в наличии и за нее чуть позже купил чем хотел все три головоломки если яблоко и лимон то стандартный шип мод где все прямоугольна ортогонально все четко и понятно то персик который мне почему-то больше напоминает свеклу он такой розовенький здесь такой вот этот хвостик ну да действительно больше на овощ похож хотя вот кого и не спрашивал все говорят нет это персик ну возможно мне такие ассоциации напишите в комментариях похожи ли на свеклу но это персик так вот мы здесь видим что элементы разрезаны как-то наискосок вот яблоко где все ровно вертикально горизонтально а вот персик где все под наклон это усложняет головоломку и можно сказать что персик и апельсин это шип моды три на три со звездочкой более сложные причем самый сложный здесь апельсин и вот та причина по которой я задержал выход этого видео апельсин настолько со звездочкой что мне не удалось его собрать не скажу что я очень много усилий для этого прикладывал но это действительно самая сложная головоломка из серии здесь элементы очень похожи и все здесь такое одинаковое но в то же время разные и очень легко все перепутать так что найти нужное положение центров так чтобы собрались ребра и углы правильно казалось не так просто вот не раз уже пробовал собрать собирается первый слой собираем второй слой и какой-то вот это ребро наверное здесь не становится на место и какой бы ребро из верхних тебя сюда не ставишь какой бы стороны она не подходит вероятно это из-за того что вот эти центры можно развернуть по-другому и уже по-другому собирать элементы тяжело ориентироваться и я пока еще не нашел оптимального способа сборки именно апельсина тот же персик на если его перемешать то как-то попроще с первого раза собрался здесь можно ориентироваться вот на эту полосочку и да потруднее чем яблоко груши и лимон но все же собирается без особых приключений но действительно сложнее предыдущих моделей перемешивать то вот так вот форму меняет но наиболее кардинально форму меняет конечно груша груша самая простая из всех вот этих трех новых этих я не буду сегодня перемешивать апельсины так перемешано собирать их на видео не станут будет очень долго когда-нибудь как я уже когда-то обещал я сделаю подробно обучающее видео по каждому фрукту но время еще видимо не пришло сейчас выходит туториум на более интересной головоломки на грушу давайте перемешаем нее здесь одинаковые ребра одинаковые углы на одном слое здесь тоже на втором слое ребра одинаковые и на верхнем тоже чем симметричный центр все у нас это должно радовать жизнь прощается так и вот перемешанный вид много одинаковых элементов это всегда хорошо и по мне груша выглядит приятнее чем яблок мы яблоко уже не только фанксин делала груш вот впервые если вы хотите приобрести что-то вот подобное и не очень искушены в сборке шибодов 3 на 3 то я не советую начинать с апельсина он самый сложный и ну сложность его такая что нужно просто подбирать чем-то похоже на гост куб где сидишь и медленно нудно подбираешь нужный элемент пока не угадаешь особых умений здесь не требуется просто в подбор и удача а груша яблоко лимон одной сложности просто наиболее симпатичная именно зелененькая груша и будет под силу большинству любителей головоломок ну те кто умеет собирать 3 на 3 давайте соберем начнем наверное с низа вот одно ребро здесь какой-то стоит поищем остальные это маленькая надо побольше так мы видим что ребра имеет какую-то ориентацию поэтому развернем на соседнее место поставим еще покрупнее ребра вот это центр вроде симметричный проверим по итогу вроде бы да вот у нас крест остается развернуть центральные элементы второго слоя сейчас покрутим быть может где-то что-то подходит нет не повезло поднимаем наверх разворачиваем центр по форме теперь все совпадает следующий падает однотипное движение так здесь он повернул вот теперь совпадает пускаем вниз и 4 наиболее широкой частью центра вверх его по форме совпадать будет вот правильный крест теперь нужно вот такие вот уголки поставить на первый свой уголки все одинаковые поэтому можно просто пиф-пафми их пытаться сюда поставить пока не встанут на место не встал вот другой какой-то подошел давайте со всеми так и поступим так есть еще так и один стоит на месте его нужно просто развернуть вот и ребра какой-то встала так первый свой готов ребра по форме понимаем что это вот такие можно наклонить как обычно с этой стороны не подходит значит пробуем с другой да вот с этой подойдет то есть отсюда переставляем сюда опять же не используем ни ромашки не лесенки чтобы не разворачиваясь центр а те кто не умеет собирать три на три по ссылке в описании можете найти подробно обучающее видео где использую все те же алгоритмы что были там ну кроме разворота центров это делается интуитивно ищем дальше видим а ну вот они ребра стоят на своих местах но неправильно развернем при помощи f2 или можно на его место поставить какое-то другое ребро и потом поставить нужной стороной до груша значительно легче апельсина и персика так ну дальше ориентации элементов видим два ребра стоят правильно это у нас палка значит делаем фронт пиф-паф фронт штрих и центр абсолютно симметричны поэтому расположение одинаковых ребер нам неважно они могут стоять где угодно они же одинаковые и дальше одинаковые углы их нужно развернуть причем можно конечно развернуть их пиф-пафами повернув вот так и разворачивать но я предположу что раз ребра одинаковые то можно использовать какие-то алгоритмы которые на кубики 3 на 3 помимо ориентации углов будут переставлять ребра но у нас то ребра одинаковые поэтому можно попробовать похоже на двойные глаза делаем фронт три пиф-пафа было и все груша собрана но чем наговорил можно вот так вот пиф-пафами разворачивать например нужно развернуть два угла мы кладем грушу на бочок и вот этот элемент пиф-пафами по методу для начинающих разворачиваем как и в трешке правой части разрушаются но как только мы развернем все уголки все вернется груша собрана но остальные фрукты собирать не буду как собирается и яблоко лимон и банан можно посмотреть в моем предыдущем видео по тем головоломкам там я их собирал они не такие сложные и это не обучающее видео но процесс сборки посмотреть можно вот такая фруктовая коллекция от фанксин все фрукты замечательные кроме слишком привередливо апельсина но я думаю с ним еще разберемся вещи коллекционные вызов может только вот именно апельсин какой-то представлять а так как подарочный экземпляр для тех кто вот только-только научилась собирать кубик 3 на 3 все кроме апельсина можно дарить думаю особенно юные спидкуберы будут такому подарку рады и коробочки выглядят очень даже презентабельно фанксин молодцы ждем следующую серию из 6 динозавриков а на этом у меня все всем спасибо всем пока